Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу с первого стиха. Итак, мы читаем. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Мы видим первые четыре стиха, рассказывают о том, что Иоанн Креститель выходит на проповедь, и они начинаются словами «покайтесь». Что такое покаяние? И к кому обращены эти слова? В пятом стихе об этом говорится, что тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Орданская выходили к нему. То есть все люди из Иудеи, Иерусалима, окрестностей Орданской выходили к этому пророку Божию. И он обращался к ним с одним словом «покайтесь», ибо приблизилось Царствие Небесное. Покаяние. Обращается он с этими словами покаяние не только к простому народу, но, как об этом свидетельствует Евангелие от Иоанна, к нему пришли и книжники, и фарисеи. И спрашивали у него тогда, какой властью ты это делаешь? Он им говорит «покайтесь», ибо приблизилось Царствие Небесное. Далее он говорит «порождение Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева». Почему с такими строгими словами? Почему не с милосердием, не с любовью, а именно так строго обличает он этот народ, который приходит к нему? Особенно обращая свои слова к книжникам и фарисеям, которые думали о том, что они праведники и не нуждаются в покаянии. Они так рассуждали, что формальное исполнение обрядов, оно самодостаточно. Это было самое, пожалуй, их модное что ли в то время, как и в сегодняшний день, состояние, состояние самодовольства. Он был доволен сам собой, помните, как у Пушкина, своим обедом и женой. Вот это вот состояние, то, что они полностью все исполняют, невозможно было никак пробудить их от этого сна, самодовольства, от этого религиозного симбиоза, в который они впали, от этого паралича духовной жизни, о которых Христос так и говорил, помните эти слова, я их часто употребляю, вы как гробы, говорит, сверху красивые и внутри мертвые. И только таким словом, таким призывом, как сказано, одних любовью от других и страхом спасайте. Именно с этим призывом, с такой проповедью, в Евангелие выходит Иоанн Креститель, пророк Божий, приводя слова из Священного Писания, как мы с вами прочитали, ибо он, как говорит евангелист Матфей в 3 стихе, «глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу», он цитирует пророка Исаии, который очень известен фарисейской, да и вообще простым людям, которые посещали синагогу, посещали Иерусалимский храм того времени. Итак, как мы с вами прочитали, тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Орданская выходили к нему и крестились от него в Ордане, исповедуя грехи свои. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саудукеев, идущих к нему креститься, сказал им порождение Ехидны», то, что уже было сказано выше, «кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Почему он употребляет именно этот образ, этот пустынно житель? Именно эти слова, порождение Ехидны. Кто такая Ехидна? Ехидна, когда рождала, то младенец прогрызал утробу, то есть он рождался как бы с зубами, и так прогрызал утробу матери, что убивал подчас и саму мать, и она от этого погибала, Ехидна, рождавшая своих детей. Поэтому он и говорит, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Порождение Ехидны. Вы, рождаясь в этот мир, забываете о Боге, о Его любви, забываете о своем предназначении. Вы как бы убиваете само основание Божьей любви, саму благодать, которая дана вам, как народу избранному. Вот какими словами он обращается к ним, чтобы пробудить, как я уже сказал, их от того сна. И не думайте говорить. Он говорит, «Сотворите же достойный плод покаяния, то есть обратитесь, покайтесь, обратитесь умом от своих мерзких дел, формального поклонения, своей напыщенности религиозной. Покайтесь, говорит, сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам». Действительно, они тем и похвалялись. Книжники-фарисеи, самодовольные, что «Отец у нас Авраам», мы избранного рода, что промысел Божий, о том, что мы занимаем эти начальственные посты. Вот было и главное упование. Не Бог. Они не служение людям. Они не смотрели внутрь себя. Лишь внешнее исполнение и внешнее предписание считалось за основу их религиозного исповедания. Как опасно попасть нам в это состояние. Есть и в нашей среде некое такое состояние обряда верия. Человек думает, если он прочитал, если он сходил, если он все исполнил, среда пятница, попастился, помолился, этого достаточно. Это глубочайшее заблуждение, которое здесь обличает пророк Божий, анкреститель в этих людях. Недостаточно этого. Есть притча, которая говорит нам ярко и показывает, что это путь ложный. Помните о Матарее и Фарисее и пятнице, и среда. Все он соблюдал. Два раза в неделю, говорит, пощусь, десятину даю. А тот, второй, только лишь говорил, Боже, милости будем не грешным. На что нам уповать? Только на милость Божия. Не на свои заслуги. Что наша праведность, как сказано, как запачканная одежда? Нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. И далее, анкреститель, который, как сказано, носил одежду из верблюжьей шерсти. Почему именно из верблюжьей шерсти? Верблюд — это такое животное, как пишет об этом ироним Стридонский, такое животное, что оно вроде бы не относится ни к нечистым и к чистым по ветхому зовету. Она жует жвачку, как в книге «Левит» сказано, чистые и нечистые животные. Но, тем не менее, у нее копыта не раздвоены. Поэтому оно относилось к среднему какому состоянию, его нельзя было утверждать в пищу, но совсем им не пренебрегали, как животным нечистым. И как об этом пишется свидетель Ироним Стридонский, говорит, он носил эту одежду, потому что она указывала на то, что Христос примет в покаяние как чистых, так и нечистых. А кто чистый? Как сказано, нет правила ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Тех самых чистых, которые себя считали за чистых, но были нечисты, это фарисеи. Даже самим видом Пророк Божий обличал этих людей. Как мы видели о том, что он был аскет и пустынный житель и питался акридами и диким медом. Некоторые говорят, что такое акриды? У нас очень распространенное это понимание, что это некий вид саранчи. Вот, например, многие отцы церкви пишут, что это не так. Например, Исидор Пилосиот, Ироним Стридонский, даже Афанасий Великий. Афанасий Великий, и вот они говорят о том, и преподобный Исидор Пилосиот говорят о том, что это были акриды, это был пруд. Это некое растение, которое срывал макушки растений, они были угодно пригодны в пищу. И даже Исидор Пилосиот, можно прочитать его цитату, чтобы не быть голословным, он пишет следующее. Вот, вот, вот цитата. Что такое пружие и мед дивий, которым питался и анкреститель? Матфея 3,4. Пружие, которым питался и анкреститель, были неживые твари, похожие на жуков, как думают иные по невежеству. Да не будет всего. Но верхушки трав и растений. А также и мед дивий. Был не какое-либо произрастание, но действительно горный мед, который делают дикие пчелы, весьма горький и противный на вкус. Асим Иоанн показывает, какому чрезмерному подвергается он злостраданию, не только скудостей, но и суровостью, подавляя всякое телесное пожелание. Конец цитаты. Мы видим, что Сидор Пилосиот пишет о том, что это были не саранча и не вид саранчи. Хотя у других отцов встречается, что это действительно был вид саранчи, который до сих пор и употребляется в некоторых странах, в Аравии, например. А вот Афанасий Великий. Цитата. Есть растение, называемое пругом. Пругом. «Этому учит нас Соломон, говоря, и процветет амигдал, и отолстеют прузи». Экклезиаст 12, 5. «Мед же дивый, есть не какая-нибудь трава, но действительно дикий мед, весьма горький и противный на вкус». То есть, свидетель Афанасий Великий тоже соглашается с тем, что это было действительно растение. Итак, мы видим, что самим видом, выходя на проповедь Евангелия, самой аскетической жизнью, самими словами, которые звучат, на первый взгляд, казалось бы, резко. Но только так можно было пробудить этот самодовольный народ, считающий себя праведниками от сна религиозного. Далее он говорит, «Уже и секира при корне деревь лежит, всякое древо, не приносящее доброго плава, срубают и бросают в огонь». Здесь он снова напоминает, что вся их религиозность, она бесплодна. Помните, братья и сестры, эти слова, Евангелие от Иоанна, 5.39, «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Удивительно, что вот это слово «исследует», «исследуйте Писание», само слово «исследуйте» в церковнославянском звучит как «испытывайте», «испытуйте», «придите», — говорит, «вкусите и видите, якобы лак Господь». То есть священное Писание нельзя только читать, подобно тому, помните, как во второй главе, когда Христос рождался, то Ирод призывает их, книжников и фарисеев, они ему прочитали, зафиксировали отчет о своей религиозной обязанности и сами не пошли даже посмотреть, где родился Христос. Они считали, что этого достаточно, знаний, свитков, закона Ветхого Завета. Дай Бог, чтобы не случилось это с нами, что мы будем исследовать Священное Писание лишь только умом, нисколько не прилагая усилия к тому, чтобы осуществить его в своей жизни. Испытуйте, испытывайте, говорит Писание, вкусите, попробуйте и увидите, как благ Господь. Поэтому с этими словами он обращается к книжникам и фарисеям, говорит, секера при корне дерева лежит, топор, всякая дерева, не приносящая плода, потому что без вера, без дел мертва, срубают и выбрасывают в огонь. «Я крещу вас в воде», 11 стих, «в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас духом святым». 11 стих, он очень важен, говорит, «Крещу вас в покаянии». Мы знаем, что в таинстве церкви, в крещении есть два таинства. Таинство в покаянии, водное крещение и таинство печать дара Духа Святого. Через апостольскую преемственность каждый человек в таинстве крещения становится помазанником, помазанником, сыном по благодати и дочерью по благодати самого Господа и Спасителя Иисус Христом. Есть покаяние от речения от грехов и запечатление печати Святого Духа. Мы видим здесь, он говорит, «Я крещу вас в воде, но идущий за мной», то есть он указывает на Христа, поэтому он и есть предтеча, то есть перед ним пришедший. Указывает на Христа и говорит, он будет вас крестить Духом Святым. Он говорит, «Я не достоин даже понести обувь его, в церковном славянском сапоги его». А в Евангелии там сказано, «Я не достоин даже развязать шнурка на обуви его». О чем речь? Почему именно это выражение употребляется здесь? Оно было очень хорошо знакомо народу израильскому. Когда, например, человек заключал какую-нибудь сделку или хотел жениться на ком-то, например, приходил свататься, во свидетельство он снимал один сапог, то есть обувь с одного, и отдавал тому человеку, который говорил «да», и забирал эту обувь к себе домой. Это был такой обряд, что ли, такая традиция внутри народа израильского. Мы встречаем об этом несколько упоминаний в Священном Писании, например, например, свидетель Ироним Стридонский пишет об этом. Цитата. «Я не достоин понести обувь его, в другом Евангелии говорится, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Здесь показывается смирение, там таинство, потому что Христос есть жених, а Иоанн не заслуживает того, чтобы развязать ремень обуви жениха. То есть он говорит о себе как бы здесь, я не достоин даже понести обувь его, и этот образ понятен этим людям, которые его слушают, они знают Ветхий Завет. Это я обращаюсь к тем, кто говорит о том, что Ветхий Завет не надо исследовать, нам времени не хватит. Не зная Ветхого Завета, мы не разберемся в евангельских текстах. Все Писание Богодухновенное и полезно. Кто отрицает Ветхий Завет, это ересь Маркиона. Он говорил, что Бог Ветхого Завета злой. Поэтому я призываю исследовать все Священное Писание, но все благодухновенно и полезно для нашей души, для нашего спасения. Так и пишет Иероним Стридонский. Христос есть жених, а он не заслуживает того, чтобы развязать ремень обуви его или понести сапоги его. Этим самым он как бы о себе в смирении говорит, что я недостойный свидетель, и они понимают, что он свидетель, который свидетельствует о том, что за ним идет Христос, не он предтеча. Удивительные слова. В Священном Писании это встречается в книге Второзакония 25-9-10 и в книге Руфь, 4 глава, 7-9 стих. Помните, когда Ваос захотел жениться на Руфи, то там он именно снимает сапог свидетельство, когда не было претендентов по родству, которое близко было к Руфи, чтобы взять ее в жены. Он снимает обувь и отдает свидетелю, и этот свидетель говорит, все, сделка сделана. Видите, как важно знать какие-то вещи для того, чтобы понимать те или иные тексты, как важно знать эти события, которые описаны в Священном Писании. Далее говорит, лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожрет огнем неугасимым. Огонь неугасимый приготовлен для тех, кто говорит просто Господи, Господи, но не исполняет заповеди его. Так и сам Господь обратится позже уже к людям и скажет, и спросит, что вы говорите мне, Господи, Господи, а заповеди моих не соблюдаете? Вер без дел снова повторю мертва. Для таких людей приготовлен, как здесь сказано, огонь вечный, неугасимый. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает его. И крестившись Иисус тот час вышел из воды, и сей отверзли с ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И сей глаз небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Такое событие крещения Иисуса Христа. Действительно, Христос не нуждался в крещении. Иоанн Креститель это хорошо понимает, и поэтому он говорит, Господи, как ты приходишь креститься ко мне? Мне надо креститься от тебя, потому что крещение, как я уже сказал, это таинство, где омывается грех, покаяние, через покаяние, где человек запечатлевается Духом Святым, Христу этого было не нужно. Но он приходит, как говорит об этом свидетель Иоанн Златоуст, чтобы научить нас не только словом, но и показать самим делом, что надлежит делать человеку. Поэтому он говорит, так надлежит исполнить всякую правду. Какую правду? Правду закона. Потому что законом не оправдывается никакая плоть. Поэтому Христос приходит исполнить правду закона. Он говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Так надлежит исполнить всякую правду. Так необходимо поступать человеку для того, чтобы войти, для того, чтобы родиться в жизнь вечную. И мы помним с вами, что человек рождается трижды. Первый раз от отца и матери, второй раз, когда принимают святое крещение, это рождение в жизнь вечную в Царстве Христова. И третий раз, когда умирает, переходит в другое состояние уже этой, не этой земной жизни. И здесь мы видим удивительное событие, которое происходит, которое так и называется, праздник, празднуется в Церкви православный, праздник Богоявления. Здесь является вся полнота Святой Троицы. Помним с вами, что первое указание на Святую Троицу уже звучит с первых слов книги бытия, книги основания, книги начала. Вначале сотворил, помните, как эти строки звучат, вначале сотворил Бог небо и землю, берешит Барай-Лагим. Там уже слово Элагим. Мы помним с вами из книги Бытия, которые исследовали. Слово Элагим стоит во множественном числе, а сотворил стоит в единственном. Это уже указание на Святую Троицу. Следующее указание это Бытие, когда первая глава, когда Господь творит человека. Он говорит, сотворим человека по образу и подобию нашему. Далее следующее указание на Святую Троицу, это книга Бытия, 18 глава, где в виде ангелов, это тот прообраз рублевской иконы Святой Троицы, где в виде ангелов является Господь, где Авраам, вся Святая Троица, обращается к одному, говорит, господин, владыка, но видит троих. И здесь мы видим в празднике Богоявления и когда мы рассматривали с вами историю Всемирного потопа, и там мы видели голубя, который снисходил на прообраз церкви, ковчег Божий. И здесь мы видим всю полноту явления Святой Троицы. Как мы с вами прочитали, и крестившись, Иисус тот час вышел из воды, и сей отверзлась ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Него. И сей глаз небес глаголища, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, глаз Бога Отца, голубь, образ, прообраз Святого Духа, и сам Христос, выходящий из крещальной воды Ордана. Такие события открывает нам сегодняшняя глава покаяния, крещения и Богоявления Отца и Сына и Святаго Духа. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова